Да, по сравнению с вчерашним днем, здесь, конечно, состав получше, реально получше, без откровенных таких нубасов, потому что вчера был и Элис, хотя Элис все-таки умудрился взять одну карту, повторюсь, на Twisted Meadows, но это было не потому, что Элис молодец, а потому что 120-й как будто забил на этой карте вообще играть нормально против эльфа. Вот, агуа-гуа, ну и первая серия соклов лет, казалось бы, Винера, казалось бы, оба там молодцы, один выиграл Элис, другой 120-го выиграл, но сок там прям не был готов. А сегодня инфи-флай, фокус Икслорд, вот фокус Икслорд мне особенно интересен, потому что помните, как Икслорд сражался прям с Флаем, там была серия, во-первых, 2-1, во-вторых... А-а-а, хорош, привет. Впервые за 4 часа дня, смотрю в прямом эфире, Миша, спасибо за Warcraft. Unexpected Lucky, спасибо тебе большое за саппорт, добро пожаловать на прямой эфир, и с вашего позволения я отключу уведомления, буду их зачитывать, но так я смогу, по крайней мере, контролировать, ну не отвлекаться, если что, от игры, потому что практика прошлых дней, да и турниров, в принципе, показала, что иногда саппорт прилетает на середине какого-нибудь, не дай бог, сражения, и ты отвлекаешься, и пользователи тоже отвлекаются. Ха, так, для тех, кто смотрит в записи, графика рефоржд, еще раз пользуюсь случаем, передаю привет товарищам, которые там говорят, что вот-вот рефоржд, стримил бы нормальный, классический график бы включил, Такая графика на трансляциях, так выбрали китайцы, причины нам неизвестны, но лучше смотреть так, чем никак, вот, поехали, первый форсир, гранты, Не очень мне нравится вот эта вот били-били платформа, потому что пока не разобрался с ней, где тут качество ставить повыше, где тут отключить, где тут отключить текст поверх, А-а-а, еще здесь зарегистрироваться, класс, о, я нашел, по крайней мере, как отключать текст, ну, хорошо, Причины партнерства найти здесь Близзард, понятненько Инфифлай, фактически они сейчас борются за выход из группы С с первого места, проигравший отправится биться за топ-2, либо с фокусом, либо с экс-лордом Неужели ты не знаешь китайского? Нет Форсир побежал, там футмен разведочку дал, что грант один с двумя волками и одним форсиром двигаются в нашем направлении, болеем за арков Нет, почему, тут как бы, я думаю, что для экс-лорда удобнее было бы, конечно, второй раз, уже третий раз, получается, сыграть с арком Да, он проиграл флай, но там очень близкие были матчи, то есть он вполне может одержать победу Там очень близко было, тем более у него фокус сейчас, если он справится с фокусом, то фактически ему нужно будет взять реванш Ну, хочется, чтобы было побольше ни корейских, ни китайских игроков Да, кстати, если вам интересно, ключи, вон там, пожалуйста, в чатике помощники Лени и Нэт А, Нэт не может Я после хирурга за компом сидеть не могу Даже не хочется спрашивать, что у тебя там произошло Граф Ди говорит, никаких блюпостов не было Все причины, мысли чата Перепроданы друг другу по кругу Понятно А может, там не сильно горят в Китае по поводу новой графики? Черт его знает Первая Первая Ооо, не доконтролил сейчас немножко флай Но это легко исправляется Минус первая рабочая Волки немножко раньше времени побежали Восвояси не добили раба Но в целом пока что ровненько Инфи пытается крепиться Форсир пытается ему в этом помешать Угрожая коню Ну и микроконтроль, соответственно, идет, чтобы как только подходит Ой, там гранта кружили Не заметил я, как окружили гранта Очень хорошо Форсира Минус грант на футмены весьма Хороший размен Да, и у инфи Ну, вообще гранты не должны окружать При том, что скорость у них одинаковая То есть это недоконтролено получается Недоконтролено Сейчас покрупнее сделаю чатик Себе И крепинг продолжается Пытался добить самостоятельно Но вроде бы Вроде бы магу все-таки этот кусочек экспы перешел за волка Приходится перевызывать Ой, ай Самое главное, я артефакт утащил Но этого добил Форсир, как мы видим по экспе У него же наполовину второй уровень Хотя все равно инфи впереди За счет криппинга первой точки Пока ровненько Чувствуется, что они Так уже притерлись друг к дружке У них начало такое отработанное Без удивления Просто чисто на микро На контакте на микро За кого болеем? Пока непонятно Пока ни за кого У меня на сегодня два человека За которых я точно буду прям болеть, переживать Это Фоги и Икс Лорд А в этом противостоянии пока непонятно Недоконтраливает инфи Теряет еще одного рабочего Не сразу начал просто уводить его с постройки, с этой лавки Его просто грызли какое-то время волки При том, что там вроде как магическая вышка есть Можно было его спасти, даже если бы метнулись Отдал рабочего, просто отдал Ториан вторым Там видимо гранты шаманы будут Или... да, шаманы гранты Классика Может даже Пурш потратить, кстати, на футмена Нет, решил не добивать его Ну не на здорового, а на того Понятно, что Пурш это не панацея Что юнит может убежать Но урона там вроде хватало, чтобы футмена убить Возможно оно того не стоит, просто первого шамана У него там около сотни маны Ты 75 или сколько там сейчас Пурш стоит Тратишь на... На одного юнита вражеского Может быть и не стоит Особенно учитывая то, что там Мархмак скоро будет третий И... Ну расточительно, расточительно Ауру у тебя нет, как у... Как у Хумена, чтобы восстанавливать поэффективнее ману Поэтому приходится рассчитывать только на родную регенерацию Мистер Снэй говорит, люблю дневные стримы Особенно они нравятся тем, у кого... Кто живет не по московскому времени А таких много А ты приходишь после работы, да? Там уже 11 часов по Москве И все уже заканчивают Очень грамотно Отзонивает форсира Архмак Оставляя крипица Маутон Кинга со всей армии А сам фаерболами гоняет ФС Ну по сути, ФС тем же самым занимается, только дальше Оставил Таурен... Ой, ну вообще-то да, это стандарт, что я говорю Как раз вот в районе 40 ставится база С которой, кстати, в дефолте ничего не может сделать Хумен То есть он приходит, да, его чуть больше Но благодаря там третьему Таурену Благодаря Пурджу Благодаря Lightning Shield Орки, как правило, отбивают эту базу Эту тему... Стратегия-то давняя, на самом деле Но ее Лин не так давно Ну как не так давно, наверное, на каком там турнире? На прошлом, что ли, Голдион ее... Кого-то там добили Получили второй уровень МК почти третий Но третьим не будет Это важный момент Это он... Ему просто хочется третий уровень Он молоток потратил на Волка, представляете? Для того, чтобы поближе быть к третьему уровню Два фута... Ага, и этот на развит... Ну здесь можно уже Пурдж потратить Зачем бегать-то за ним? Очень странно Похоже, что инфи будет делать ответ на экспант У него выдвигаются ополченцы с мейна, как мы можем видеть Но проблема в лесе А, и он вернул их назад Потому что посмотрел на лес и подумал Нет, я... Какой экспант я тут... Ой, Таурен в инвизи Вынужден использовать Что? Кто взял? Маутен Кинг взял Или нет? Что, что, что? Кому? Тут выпадает Кристал Болл, да? Добрый вечер, Михаил Жду, не дождусь вечеров Когда можно удовольствовать Венфам Здравствуй, спасибо тебе За добрые слова Так, крест выпадает Тут Кадой пытается отбиться Большое количество брейкеров Фактически это контракт К Таурену и к Шаманам Понятное дело, что они проигрывают Грантам Но у Грантов там другие будут проблемы Из серии Что с Клэпом делать, со вторым Вот И сейчас, похоже, отменяется экспант Потому что просто Флай не готов сражаться за него Он находится справа Да, и отменяется эксп Лимиты вроде как равные Но ситуация, смотрите, какая-то Кто-то там раненый Кто-то там с одной стороны Кто-то с другой Вне позиции сейчас, короче говоря Находился Флай А Инфи был готов сражаться Более того, он через всю карту Взял ополченцев На случай, если все-таки Флай впишется за этот экспант Сейчас очень напряженный момент Потому что Оба уже достигли лимита 50 Оба уже готовы, если что, сражаться Молоток Получает сразу ТЦ Как бы ему прорваться Делает Клэп На одного футмена Клэп Ну, докуда дотянулся Скорпионы еще тут вносят Неразбериху Если вы не понимаете, что происходит Бывает Ничего страшного Тут и пиксели, конечно, танцуют И графика рефорж Я попробую сейчас переключиться На более четкую графику все-таки Подождите Пошел экспант 51-50 51 лимит Да, подошли еще к кодои Довольно большое количество По сути, кодои очень хороший контракт К брейкерам, но Она медленно их контрит С одной стороны, брейкеры Трехлимитный юнит кодои, четырехлимитный Один раз съели, уже впереди Но, во-первых, чем дальше, тем сложнее будет их реализовать Потому что проще отфокусить кодои Спецкролл Спецкролл нет, да? Да, спецкролл нет Слушайте, я не вижу Это максимальное качество здесь? Не, не максимальное Сейчас попробуем Ну, не сильно изменилась картинка Молоток в Таурену А что мы не едим-то? А, двое уже сытые А вот эти вот двое Пытаются прорваться Не получается Все равно довольно-таки смазан Но, увы, у нас нет выбора По поводу графики Так, рейдер Хэтхантер Съели Бах, сейчас клэп такой Клэп болючий Четыре, четыре даже юнитов Он еще кодои задел Хороший стомп На самом деле Ну, там есть свиток И телепорт Но надо валить отсюда нафиг Но время, которое Да, сейчас можно пить По Один всего? А почему двое других кодоев? Очень странная была тема от Флая Потому что Он, помните, в определенный момент Отправил двух кодоев Есть брейкера При этом Двое других Я подумал, что они просто уже съели В прошлый раз кого-то И стоят на месте Они даже не попытались Кого-нибудь сажать Понятно, что Если они бегают Они наносят урон Но у них урон не такой высокий Как у Арчи Для четырехлимитного юнита И помедленнее, кажется Они атакуют Короче, мало съел Но съесть без свитков сложновато Потому что Если у тебя скорость медленная Там еще клип Посмотрим, что выпадет с красной точки Четвертая МК Да, выпал 4-4 Агила и Инта Но впереди Определенная инфи Потому что, во-первых, у него раньше база была поставлена И по героям он сильно впереди 58 лимит на 66 Нычка здесь только-только начала работать Будет ли телепортироваться? Да, будет Да долго до Тауренов, к сожалению Ой, какая позиция шикарная для инфи Вы посмотрите И он... А, он боится, что сожрут Ни одного вообще не съел Он попытался... А, нет, съел одного Одного Одного? Да Да, хорошо под... Очень вовремя стелепортировался Очень вовремя стелепортировался Ну, сейчас уже лимиты сравнялись То есть 63-62 Причем один внутри находится То есть у них все одинаково в плане лимита Виверна очень грамотная Учитывая то, что здесь никого нет, кто стреляет по воздуху Да, есть элементаль, но он пурджится Есть архмак, но он слабенький Маутен Кинг с молотком, но без арбы добавить никак не может Верно, MVP Ее бы еще проконтролить для того, чтобы В кастеров, да, отправить ее действительно Чтобы она фокусила не брейкеров, штрафуясь А чтобы с бонусом атаковала полуторанным по кастерам Тем более она достигает этих кастеров очень просто Ей не нужно там через брейкеров как-то проламываться Фоллантемплар поддерживает Миш, привет, хорошего стрима Я подготовил кота Чай, одеяльце, готовь болеть за фоги Отлично Фоги у нас играет Еще нужно 2,5 часа подождать Но до этого будет, во-первых, серия инфифлай Потом будет икс лорд Многообещающая, на мой взгляд, серия Особенно после его матча против флай Он будет сражаться с фокусом Опять будет крипт лорд Вот это вот все Заготовочки Экспанды, макро Такие скорпионы здоровые Хороший артефакт может сейчас выпасть с Таурену Пока... А, там уже выбили артефакт Там уже только остатки нейтралов Так... Да, для всего Чуть-чуть больше инфи Но я думаю, что это неопределяющее Такое Ну, то есть плюс 3 лимита Ну, плюс... Плюс 4, может быть Хотя он брейкера уже должен переварить Молоток Две виверны Две виверны Правда, есть уже вертолеты Я не знаю, что делает Таурен Стомп Да Вертолетики Справились уже с одной виверной Телепорт идет Ну, сейчас можно поесть Поесть Сколько съели? Сколько съели? А, Таурен минус Да, там Грант справился Ну, Грант... Таурен был с крестом, во-первых Вот Но Грант-диверсант — это грамотная тема Во время сражений Вот это особенно в Мирорах решает То есть когда Вы максимально погружаетесь в сражение А это, как правило, бывает Тогда, когда все уже отработано То есть есть стандарт В идеале Это одна и та же раса на другую расу То есть вы прям знаете, что контролить Вы погружаетесь И противник тоже знает, что контролить И вы прям в потоке Молодцы Сосредоточены только на том, что происходит Вот здесь, чтобы не накосячить с микроконтролем И если вы Когда противник максимально затуннелен Просто погружен в этот процесс Заблаговременно отправите Там парочку юнитов на его экономику И просто поставите на холд Гранта Или там парочку футменов Которые особо не повлияют на исход сражения Особенно в таких больших лимитах Но они могут серьезно повлиять на исход игры целиком Михаил, добрый день Уже неделю работы нормально не могу Отвлекаюсь на стрим Спасибо, что делаешь записи на ютубе Чаще всего там досматриваю Записи делаются, ретрансляции идут Все хорошо, спасибо за спасибо Снова атака от инфи Я не посмотрел А, Lightning Shield Вот почему он так А почему мы батку не сделали, кстати? Как я вчера долго думал Как вертолеты ФФА контрить Зандедов Поел одного, поел второго Вертолетов очень много И верно улетает буквально с двух-трех залпов Свиток есть Но Не знаю, пятый МК Причем он горит, понимаете? Он еще горит Клэп Третий Жуткий А с пулбрекером пофиг на... Триск Триск Да ладно Серьезно? Там три свитка лечения Правда, форсирую плохо Чайник Откидывается Ну, надо просто зону держать И Если что Одинаковые лимиты Может стоит телепортироваться Реально переварить Если там все Все уже удалось сажать Обычно таких затяжных Ты уже должен был Там еще рабочие Скорее всего сдохли Понимаете? Нет, почти Клэп шикарный Таурен Надо валить Надо валить Передает ему телепорт Он Пэшится Надо сажрать Все что... Ой, Кадой Кадой Молодой Умирает Кадой Освобождает брейкера 68 И такие рабочие Недобитые Вы посмотрите Ай Ну, да Есть Сожженные 9 лимита Что очень вкусно Перевариваем Перевариваем 9 лимита Трех брейкеров 4, 6, 5, 4 Очень близко Идут они Прямо и по лимиту И по героям По исполнению Чувствуется, что Братья-китайцы Не хватило батки На самом деле Здесь Можно было Сильно помочь Виверни И Они же полчаса Будут перевариваться Нет? У брейкеров Смотря на то, что Они трехлимитные Ну, хотя нет У них 600 Здоровья Я думаю, что там уже Половинка переварилась Не помню Сколько в секунду Если честно 5, что ли, хитов В секунду Мы понимали Тоже вопрос Отвечали на него Но Это было давно Но лучше, конечно Сейчас не сражаться Пока Опять он ловит Отчаянно Молоток Не используя Инвул Я не знаю Почему он так делает МК супер просто У него 10 армора А уже переварили Смотрите Уже едят новых Да, 5 в секунду Говорят Вот съел еще 6 лимита И уже Ну, хотя нет Инфи много Жалко, что он не отправляет Как в прошлый раз Кого-нибудь На добивание рабочих Даже тех же самых Двух волков Которые все равно В битве Особо не решают Даже несмотря на магическую вышку Они бы доели Там Доели бы там Угу 5 в секунду Стоит 2 минуты всего Ну Всего это такое Тоже относительное Иногда тут сражения Происходят Значительно чаще Так Пятая Там скорее всего Третья аура Вообще будет Он Чуть не убил Свой вард Свой же вард Чуть не убил Но вертолетики Подсвечивают У тебя сразу Инстинкт Тыкнуть И он тыкнул По нему А что там берет Ооо Там аура Таурена Хорошая тема Это абсолютно правильная тема Когда вы уже на 80 лимита Приближаетесь У вас выбор Так же как и При выходе из апкипа Из 50 лимита Только здесь еще более очевидно Что тебе нужно покупать А Свитки Б Ауры Потому что Ну добавишь ты этих 2 юнитов На 500 голды 2 дополнительных сплтбрейкеров Ну 2,5 А так ты можешь добавить Не знаю Если боевую ауру какую-то возьмешь Плюс 10 урона Всему То есть у тебя 10 сплтбрейкеров Ты как бы уже На 1 сплтбрейкеров Добавил еще одного Еще одно сражение идет Вертолетики Да МК оставил МК оставил Довольно много Народу Но он там чувствует себя Как рыба в воде Даже без инвола Без всего Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе 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 Увидел, прочитал Посмеялся Очень битый Таурен Очень битый МК без маны Но у орков Серьезные проблемы Там все такое красное И преимущество по лимиту Уже дикое Кодой битый Нет, здесь, пожалуй, все за инфи останется Это ММК почти шестое Понимаете? Еще 2-3 юнита Умрут И будет ульта Его еще сложнее будет убить Минус Таурен Забейте Шестое МК ГГ, это точно Не сдается почему-то Флайк Контролит до конца Пишет ГГ Кстати, батку он построил Он прилетел Она не это самое Ничего не сделала Но Складывается впечатление Что они прекрасно вообще знают Кто что будет делать В любой момент игры То есть никто не делал Никаких заготовок Они Знают друг друга Как облупленные На любой из фаз игры Просто вот Знают про экспанды Знают про микс войск Знают про Кто что будет строить Как будет себя вести в бою Просто вот все знают Как-то так Почему орки перешли нафорсировать Таурена Что они Что-то они кажутся вообще Беспомощными в бою с инфи Ну Любой герой против Эмки и брейкеров Будет чувствовать себя Беспомощным Если честно Потому что Юнит был задуман Как контракт к кастерам И к героям Ну форсира Задача Это харасс То есть они вернулись К этому Наверное После того Как немножко Подрезали С одной стороны Блейда Виндвок Немножко Резали криты Но потом их вернули Но Хрен с ним А гилки Немножко забрали Короче Сложнее с ним Стало видимо Харассить И в отличии от ФС Блейд Ну короче Форсир Благодаря Рейнджу И Волкам Может Харассить Он более универсальный В плане Харасса Насколько я понимаю По сути Главную роль Здесь играет Таурен Но Не против брейкеров То есть у тебя Таурен Контрит все Что не спелл имьюн То есть Контрит героев Вражеских Ну по крайней мере Он на равных Должен должен сражаться Не ловить Другой вопрос Почему Почему Флай Не доконтроливал Почему он раз за разом Таурена отправлял На убой Ловя молоток Ловя фокус При том что у него был инвул Как минимум в двух случаях Обычно классика Такая что Тебя летит первый молоток Ты прожимаешь инвул Прорываешься к героям Кастером Тауреном Там делаешь эффективный стомб Потому что Ну не остановит тебя По другому никаким макаром Вот Но здесь он Раз за разом Ловил молоток Терял там большую часть хп И сражение дальше проходило В таком пассивном режиме Когда он все время Трясся за Таурена То есть он боялся его потерять Лечил там свитками Держал его поодаль И действительно толку От него было очень мало Привет Что думаешь про стату Орг Хум Через два Спирит Лоджи Это Канубском уровне Играл вообще отлично ФС Спирит Волкер Таурены А Через не Спирит Лоджи А Две Две Тауреницы Получается Контрится все Кроме воздуха Ну мы видели вчера Стратегию Против А ты против кого Используешь Орг на Хум Так Надо ключики сгенерить Друзья Сейчас я сделаю это Ну это по сути Ультимативная земля То есть лучше Тауренов С Спирит Волкерами Ну или просто Тауренов Земли нет Если мы не говорим О какой-то Контре Типа Кадоев Сорочек С полиморфом То есть если мы сравниваем Медведей Коней Абомов Как Т3 Милишный юнит То Таурены Конечно же Конечно же Вне какого-либо Конкуренции Ленис кинул тебе Три сотни ключей На ГГ плюс На три месяца Вот Да, кстати, друзья Если вы хотите получить Подписочку на сайте Бесплатно Обращайтесь к помощникам На Гудгейме В чате Это подписка на три месяца На все каналы Анимированные смайлы Статусы в чате В минус вся реклама В общем, подробнее можно почитать Тыкнув на премиум Под плеером Там все расписано Переключив на ГГ плюс Вот Но Это просто ультимативная земля По сути То есть она Контрится Как ты правильно сказал Воздухом Идеальный контрайт Естественно Грифоны Вообще Надо, наверное В первую очередь Посмотреть На то С кем ты играешь И как вообще Товарищи реагируют То есть делают ли они разведку Как они пытаются подстроиться Пытаются ли они, например, тебя задавить на Т2 Пока ты не вышел в поливерайс И не получил нормального запаса маны Что очень важно наверняка, да Для спиритволкеров Чтобы им хватало и на диспл И на спиритлинг Еще на воскрешение Таурена Потому что Эта связка раскрывается тогда Когда уже Ребятам мастера Ребятам человек 5-6 И уже там лимит под 80 То есть с одной базы Это делать довольно накладно Долго Вот Как они реагируют Не теряют ли они время Отлично, прям сорвал Это просто разные подписки То есть если ты подписываешься на канал То ты получаешь смайлики канала Если ты подписываешься на ГГ+, То получаешь все общие смайлики анимированные Вот Ну опять же, да Если работает у тебя То продолжай обузить стратегию Просто рано или поздно пойдут люди Которые будут подстраиваться лучше И ты наверняка найдешь Как эту стратегию свою еще улучшить Чтобы, ну чтобы доживать, например, до этого момента Или как-то перестраивать Или что-то добавлять В микс войск Для повышения эффективности этой твоей стратегии Но в этом Варкрафт, конечно, очень хорош Потому что ты, играя в ладдере Будешь на определенном уровне Все равно Можешь придумывать стратегии Удивлять своих оппонентов Добиваться результатов Это здорово Мне очень нравился как раз Сам процесс Придумывания каких-нибудь интересных страт И проверки их на практике И совершенствования По сути На этом и строилось Все наше увлечение И это правильный подход Не брать и бездумно копировать А брать, понимать для чего И уметь видоизменять Уметь применять в разных ситуациях Разные темы То есть понимание игры Оно должно быть все-таки Должно быть оно все-таки Когда вообще последний раз Использовали превращение овец В овец от сорочек Было, кстати Против какого-то эльфа На прошлом Турнире крупном Не помню, кто это делал То ли Тодд То ли еще кто-то Химер полиморфили Но там это было не страта Это скорее было уже Овер преимущество И там и так Т3 был И так были сорки Почему бы не сделать этот грейт Тем более, что эльф выходит в химер Вай, как говорится, нот Можно Туренов контролить сорком Или ВС диспельнут Вообще Спиритволкеры диспелят Это все С меньшими затратами по мане Особенно если заденет больше, чем одну И полиморф не является против такой связки Контроль Естественно Даже несмотря на преимущество по мане У этих Ну, за счет Бриллинсауры И за счет того, что сорочки двухлимитные А не трехлимитные Хотя у Спиритволкера, кажется, пропорционально И маны у него больше В отличие от сорки на мастере На мастере И на регенерацию, конечно, тоже влияет Духостранники Да, извините, духостранники Госпенс, приветствую Начинается эта игра так же, как вы видите Оп, только Что-то там какие-то проблемы ГГ Ну, то есть Форсир харасит Архмаг пытается прокрепиться Но в отличие от прошлой катки Здесь у Форсира получается все значительно хуже Он абсолютно пуст Он не убил никого Не добил никого Архмаг уже идет к третьему Причем у Архмага когти Самый, на мой взгляд, лучший вообще артефакт Особенно на ранний контакт С одной стороны когти и перчатки скорости Если вы возьмете два определенных Ну, одинаковых героя И выдадите им эти артефакты Они абсолютно одинаковые по эффекту То есть они будут просто стоять, друг друга долбить Вот, но К сожалению Точнее не к сожалению, а реалии таковы Что когда идет борьба на микро Особенно вот такие вот Харасо-подобные штуки Вы не делаете два, три, четыре выстрела подряд И, соответственно, расстояние между выстрелами Оно может быть больше стандартного И перчатки скорости вам не помогут Если вы делаете один выстрел Вот, подбежал форсируемый Вы сделали по нему выстрел, да? И отступили А когти наносят стабильные вот эти вот плюс шесть дополнительного урона И, конечно, переигрывают перчатки колоссально Валкеры по мании проигрывают, а Марк Макс Аурой Но еще стоит вспомнить, что полиморф стоит там 220 Диспел у спиритволкеров стоит 100 И может диспелить не точечно, а массово Поэтому полиморф не контрит Не контрит тауренов с этим спиритволкерами То есть это не то, что стоит делать Ты можешь попробовать запушить за счет слова магического урона Это больше похоже на правду Но Сокол сейчас опять по поводу своих слабеньких орков говорит Бедные несчастные Не выиграть никак Да, взял ауру Таурена Это тоже довольно странно Потому что тебе выгоднее крепиться, конечно, с ауру Если ты уверен, что никакой агрессии не будет Но если постоянно рядом трется Архмак с футменами И, ну, постоянно угрожает Почему бы и не взять стомб, и не подрезать пару-тройку футов Сегодня мы обязательно после турнира поиграем еще в фашечку Вообще такая дикая игра была, конечно, в последнем Первая победа за последние, там, не знаю, 5-6 игр в ФФА С Личом и двумя бестмастерами С ума сойти Против Таурена, алхимика там, форсеры Розетка, привет, но не ко мне, это к помощникам-помощникам А почему гриди экспэншн? Ну, в прошлый раз он так же делал На 40 лимите ставил базу Ну, там 36, сейчас докрепит Да, и ставит эксп, судя по деньгам Да Ой Опасно же, чего вы не кричите-то? Сейчас минус 100 пэвить Очень странный был сейчас мув от Архмага Он его явно недоконтролил И он поатаковал волка вместо того, что... Я понимаю, что там скролл спид был, но он на некоторое время На некоторое время остановился и не бежал, чтобы сделать второй выстрел по Архмагу В смысле, по форсеру И это был минус тп, насколько я понимаю А, или там блок был от кролика Я не вижу кролика Ладно, посмотрим Сейчас мне напишут в чатике Я видел там волка и форсера убегающего, у которого было под 30 хитов А учитывая там второй уровень Архмага с когтями плюс 6, это был ваншот Да, отличная разведка Книги мы, опять же, пропускаем периодически, там книга силы валяется Да, ГГАЛ, мы в этом месяце сыграем три десятка игр Наверху челленджи висят На прошлой игре было практически то же самое То есть он поставил этот эксп, ну, на минуту позже Сначала отменил Арковский, а потом поставил свой Это... Ладно Майкер, привет, работа очень сильно отвлекает от стрима беспредел Видимо, нужно было брать отпуск на период голда Спасибо за Варкрафт Спасибо большое тебе за спасибо Для меня тоже голд был удивительным, неожиданным, так скажем Еще раз спасибо товарищу, что напомнил про него вживую 50 лимита на 50 Парочка свиток Ой, там же еще отличная аура Вот Тауреновскую ауру в прошлый раз, я думаю, что в первую очередь Да, минус Шаман В прошлый раз он брал ауру Врывается, пытается съесть Клэп, минус Брейкер один Скорее всего, второго тоже, да-да-да Очень хорошо сейчас Флай за... Не-не-не, не может Не может он отменить Хорошо, он, да Ворвался Ворвался очень хорошо Флай Единственное, что здесь бы Позицию выбрать получше Потому что Второй клэп, и он действует на все На всех, кто пытается пройти Но нужно сопровождать пионов Потому что, ну, экспант нужно, чтобы заработал Шесть десятков Тридцать за рандом Для начала нужно двадцать из тридцати в игре, так что первый из эльфов Блин, шестьдесят игр, это уже так приличненько получается Что мне, неделю катать, что ли? Хотя шестьдесят игр, чего неделю какую-то? По пятнадцать минут, каточка Восемь часов в день, без перерыва Тридцать за два дня можно управиться Изи челлендж Что ты играет три дня Ну, это три дня для Для нубасов Да, Хэмми? Не, я помню, что мы отыгрывали там по тридцать, по сорок игр в день Не напрягаясь, говорит Хэмми Так, два Да, да Опять штрафуется еще один шаман Ну, инфи Я не знаю, там переварились Один точно переварился Вот второй брейкер переварился или нет Но, в первую очередь, вот эта подстройка идет под виверн С этим вертолетским Так всегда бывает, думаешь, что 15 минут, потом играешь 30 Так зависит просто от стиля твоего Ты можешь целенаправленно играть в агрессию И даже не на результаты, а на количество игр Ну, то есть, вопрос, какая у тебя задача Количество отыграть или на результат отыграть Хотя есть и компромиссные варианты И как там штамповали в свое время Выбирали наиболее эффективную агрессивную стратегию И рашили, все Или застраивали, еще что-нибудь С такими челленджами зимой на голте отправим Ну, как бы, если катать по 30 игр в день То через годик может и получится что-то Но нужна еще мотивация Я имею в виду не челленджи и финансовую мотивацию А желание быть лучшим Понимаете? Желание вот это вот Безграничное Вспомнил статью из «Навигатор», где ты играл с мопхаком Под ником «Рекаха» Хакер, короче, да-да-да Ну, я месяц играл с мопхаком Проверял Не скрывал Целый месяц, кстати Ну, или там пару недель Не помню, сколько я там наиграл матч Но Сколько виверна Надо прям по умолчанию подстраивать батку Просто вот Слепую подстраивать батку против такого Особенно, если тебя, человек, увидел Твое количество виверн Четвертый уровень Хорошие артефакты на этот раз в Турену У него уже почти 1100 хп И очень много маны Четвертый Четвертый, четвертый уровень А здесь нет вертолетов в нормальном количестве Вот эти вот три виверны, они А, не, вот летают косяками вертолета Вижу, вижу, вижу Ну, вот об этом я и говорил Надо было подстроить по умолчанию батку А вот она и есть, отлично Тогда вторую батку надо подстроить Зачем так взрываться? Не уверен, где лучше сражаться Да ему бы постоять немножечко под фонтаном Угу Очень аккуратно играют что один, что другой Лимит увеличивают Кстати, увеличение лимита на руку в такой ситуации флайу То есть он добавляет еще парочку виверн Добавляет где-то трех баток Для того, чтобы... Ну, то есть если инфи продолжит контрить виверн вертолетами То сплэш и до свидания Чем больше вертолетиков, тем проще баткам справляться А, видите, он прям серьезное количество вертолетов сделал Это все взрывается двумя-тремя батками, если правильная позиция Ну, там останутся красные недобитки, но... Это мелочи Что там выпало? Хороший... Хороший артефакт О, хороший взрыв раз Еще есть Еще есть Но он недоконтроливает Во Вот на одной не хватило Батки Все, гг Ну, пошло забегание, отчаянно Телепортируется Так у него же все отлично было Не понял А зачем он стелепортировался сейчас? Типа мануэмки закончилось, да? Просто размен был мега-крутой Может быть, для того, чтобы отчинить вертолетики И для того, чтобы восстановить мануэмки, наверное, так Да Да-да-да Лишком красное все было Ну, орк тоже там был просто на два клайпа ему там оставалось Но не было этих двух клайпов, поэтому решил Дед был битый Вроде нет, у него нормально все со здоровьем было Миш, привет Почему Дэр не действует на МГ с прокачанной антимаги На Дреа Дестройер действует, они тоже антимагичны А там уникальный Грейт То есть там не просто делает тебе Он не делает тебя неуязвимым к магии Грейт на Маунтэн Джейнте Он дает Маунтэн Джейнтам Сопротивляемость к магии Как у героев То есть у них появляется 30% резист К магическому урону для начала И они перестают быть Ну, на них не действуют полиморфы И все остальное Что не действует на героев То есть это не спелл и мью На них также действует слоу На них действует фэйри фаер Они не дриады У них не спелл и мью У них особое состояние Магического Магического Сопротивления, так скажем Ну, криво, но ты понял лучше Взрывы Взрывы Так Клэп хороший Хороший инвул Пятый МК Он там все разворачивает Один 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 клэп и сразу пропадает все желание Йопресе Как же он разрывает И все, и спокойно уходит Мне очень нравится эта тема Да, да То есть он выплевывает Ну, то есть реализует всю ману Маутон Кингом И просто прожимает ТП Просто прожимает ТП И все Дорл, ты там не это самое Ну, не расстраивайся Не обижайся Ну, смотри за правилами Реагируй на предупреждение адекватное Не знаю, когда ладер будет Скорее всего на следующей неделе Ситуация у инфи отличная По лимиту как бы не скажешь Но он, видите, излишки золота Даже в кассел отправляет У него пятый Маутон Кинг все еще Жалко маркетплейса нет Он бы тут наверняка затарился бы в маркетплейсе Чем-нибудь Проверяет регулярно флай Не строит ли инфи базу у себя на натурале Центрально особо сделать Ничего не получится Я думаю, палыч нужен просто Да-да-да Гадают они просто зачем Ответ никак Добавляет хэдхантеров, но мне кажется поздновато Тем более на Т2 И вышки-то грейдятся Ооо, доели и получили лавила 5-й и 4-й Красиво Переварено Всегда поражала тема Каким макаром от переваренных в желудке юнитов Герои орка чему-то новому учатся Опять молоток Ну, МК полностью Таурена контрит Телепорт А почему он Почему он Телепортировался сейчас? Да, паладин там готовится Очень страшно Странно И страшно для орка И странно, что делает инфи Вот эти вот постоянные телепорты То есть в этот момент Еще один клэп сейчас Бах Свиток Да, он все равно ничего не делает ТЦ этот без вашей, без маны Очень странный клэп На... Чтобы отдать вышки Ну вот-вот Там было за что сражаться на самом деле Да Таурена не особо хочется тыкать Потому что у него... Хотя если неожиданно Вот неожиданно он и попытался И опять телепорт Ну сейчас-то понятно У него мана закончилась Нужно восстановиться Но Кадои Съели раз, два, три, четыре Спаулбрекера Минус 12 лимита Вот это хорошо Заходя в Авиарий Духостранник Некроаракнита Чудесный дракончик Бармен им Задаларан Магиус Спасибо тебе за 200 Да, странные переводы Ну то есть они из Вова Насколько нам рассказали Вообще Да, надо было сто лет назад Переучиться на Близ Я не знаю, почему они сделали То есть, во-первых Там шаманы Есть маны всегда То есть ты фактически Кормишь человека Ты кормишь человека Экспой А Близзард Там нечем контрить Кроме Таурена А Тауренам не факт Что ты добежишь До Архмага Уже Чем больше лимита Тем сложнее Таурену Врываться таким образом Ну вот А Близзард Второй Там будет уже Наносить очень прилично Урона Опять же Чем больше лимита Тем эффективнее Там ограничения Конечно на урон есть Как выяснили Инфи очень странно играет Как будто поставили на какой-то счет Если честно Сейчас начнется Ну что, китайцы Опять начнется Сейчас Отдача какие-то Мне кажется, мортиры бы хорошо зашли Да, мортиры хорошо бы зашли Но мортиры это дополнительная цель Для Таурены Опять же К ним Если удастся прорваться С чайником Со стомпом Это Изи килл Да Вот И сейчас переварил он 12 лимита И вместо 80 Стало 67 У Инфи 90 лимита У Флая Мне кажется Он сейчас накидываться будет На экс Просто Провоцируя Человек Выходить Блин Позиция Отвратительная Но он сейчас будет Кадо и жрут Убивает Теряет, конечно, юнитов Но В конце концов Он Шел осознанно На эти На эти жертвы Заказав Заранее Заказав заранее Подкрепу Да, тайминг Прекрасный От Флая Да, это очень Грамотный Стратегический Ход На самом деле Потому что Мейн заканчивается И ты убиваешь Последнюю Да Да-да-да Шаманов Очень много Идет Застраивать Сейчас Инфи Две вышки Строятся Турен Близок Шестому Тоже потенциально Огромная проблема Маны у МК Очень мало Как он склэпает Господи Но маны нет Но маны нет Минус вышки Турен в куче 60 на 80 МК нет Ману пропил Клэп делает Там лайтнинг щилд На ТЦ Смотрите Оооо Все красное Нет Это 1 на 1 Друзья Ну у меня Возникает вопрос А что Что за Телепорты Там были Такие Пытается Пробраться Клэп Но очень хорошо Сплетанул Очень хорошо Сплетанул Кстати А кто первым Шестой Получит ТЦ Или ТЦ Должен первым Получить Еще едят Палыч Второй Клэп И Таурен Почти шестой Но шестой ТЦ Здесь полезнее Чем шестого МК Но он может Не выжить Кстати У него Инвул Хотя бы Кого-то нужно Убить Переварить Я не знаю Как-то сделать Тыкнуть в одного С кастера Брейкера Неважно кого Шестой Получил Есть Есть ульта И нельзя Трогать Таурена Потому что он Потенциально Самая опасная Боевая единица Здесь Так 50 на 50 Очень близко Не, нет Это не 3-2-2 Друзья Здесь ощущение Прогнозируется Чаник шикарный МК Шестой Ой Нот кидает Молоток А у него Скоро была Бульта Он пытается Форсира Да, Форсира Убивает Архмак Очень битый И у Палыча Нет А он, кстати, Может телепортироваться На последних хитах И Да, он Телепортируется Маутен Кинг Молоток может Да, молоток Ой, третий Палыч еще Фух Не, это Это явно не 3-2-2 Такие сражения Прям не Не режиссируются Абсолютно Класс Да 35-43 Подрезает Еще одного Преста Ну Тут За счет шестого Ну там тоже шестой Понимаете Но он взял не ульту Он взял третий молоток Ясно Да, убивает Таурена Для того, чтобы Просто тот Восстановился Но его никто Не будет бить В здравом уме Лучше, чтобы у тебя был здоровый Таурен с полной маной Чем вот такой, который Который никто не трогает Он может только рукой махать Макс, привет Всем, друзья, добрый день Начинается Начинается Четвертый день И вторая Первая катка была так Притирочная А вторая А вторая уже Такая прям Воевая Свеженькие трупы Лежат 43 лимита На 41 Но нет Но там Самая большая проблема именно в героях То есть Третий паладин В шестой мк Это ПфуууууууууууууууауууууууууIE Да, элементали Убивают Без форсира Здесь не сражаться Нельзя сражаться Он пытается Прикрыть Серьезно, идет вперед? Пытается Отрезать Кастеров Пытается съесть, уйти Подрезает приста Но вот вышки, они на самом деле хорошо работают Он спасает Какое лечение шикарное А, типа он не знает, что у Таурена кд? Да, да, это хорошая тема Но можно было догадаться, конечно Потому что Таурену восстановить такое количество здоровья без хилвардов Тех же самых И еще полная мана такая Ты думаешь, блин, да нет Но с другой стороны, это в теории было возможно сделать И ты Представляете, что было бы, если бы он действительно вложил бы все ресурсы для восстановления здоровья и маны Тауренума И выяснилось, что там еще не на перезарядке ульта Вот сейчас Клэп хороший Вызывает волков Да, и сразу их переманили волков От форсира особо толку нет Пытается кодой, молодой, кого-то съесть Кидают сеточки Сумасшедший идет контроль, я не успеваю просто Минус сорочка, да Вертолеты висят, делать ничего не могут Там аура работает, и три героя хумновских работают Правда, мана у них заканчивается, но там... А почему третья элементария? Вот я до сих пор не понимаю, что за третья элементария? И он это делал, причем на... Еще когда лимиты были нормальные, шаманов было еще много Почему третья элементария? Сейчас, кстати, они могут зарешать Ну, потому что шаманов уже не осталось Но было бы гораздо полезнее, если бы сейчас тикала третья аура Да, похоже, здесь не выставить просто Тауриену с форсиром У инфи просто 41 лимит И все, а там 18 лимита 10 из которых это герои, а остальное это рабочие Ну и шаман там один Да, это инфи 2.0 Но вторая игра, конечно, была значительно ближе, чем первая Сейчас скролл спит, наверное, какой-нибудь, чтобы свалить, успеть Да Отчаяние, отчаяние уже Инфи 2.0 Инфи 2.0 флайем У него это верхняя сетка, поэтому флай-то еще... Это, кстати, хороший расклад для Икс Лорда, на мой взгляд Потому что мы уже видели, что Икс Лорд, если он, конечно, справится с фокусом Следующий матч, который мы посмотрим, это Икс Лорд против фокуса То он снова будет играть с флайем А с флайем они сыграли, помните, 1-2 И очень... была прекрасная серия Очень близкая Ну, а что здесь делать? Уже... Подрежет рабочих, да Те там восстановят ману А, грабеж идет Грабеж идет Да? Да Пиладж Вчера мы тоже грабили Долго Свеженькие трупы рабочих Да... да нет, тут... тут, конечно... Что тут придумаешь? Дождешься ты отката, конечно, Таурена Возможно, разведешь Надо вот из этой кучи, во-первых, сначала убивать, к сожалению, Престов Потом, видимо, переключаться на Паладинера Разбивать его о диван И пытаться наносить урон по нему Потому что нет смысла вообще тыкать в Архмага Нет смысла тыкать в МКУ Пока у Паладина полная мана и есть диван Он будет лечить То есть у тебя нет такого количества урона, чтобы перелечить его Лайт Холи Лайт Там КД 6 секунд Или 5 секунд даже По 400 хитов Ой, там подлагивает Да, он тыкает в Паладина Да Да, диван Ну, просто тут ничего Просто ничего ждет, когда диван откатится, но пока Вот сейчас надо топ и в Паладину тыкать Ну, сначала Престов, да, молодец Ну, минус Фарсир ГГ Да Да Инфи становится третьим человеком, который прошел в четверть финала, говорит Нео Жалко орка Но, опять же Зато мы посмотрим У Икс Лорда, на мой взгляд, шансы появляются весьма неплохие Учитывая то, те матчи, которые мы видели Во второй игровой день Следующий матч, который мы посмотрим, это будет Фокус против Икс Лорда А потом Фоги против трех яиц Тяж 3-0